всем добрый день это проект не сидится на месте с пермским университетом часть 2 и сегодня я вам расскажу о приложениях для активных путешественников и так путешествие начинается с подготовки и для подготовки я рекомендую использовать приложение evernote это такой маленький сервис но очень очень мощный с помощью которого можно перед походом перед путешествием собрать всю необходимую информацию карты советы рекомендации описание маршрута точки где вам нужно обязательно побывать там можно сделать чек-лист необходимых вещей в дорогу вы можете поделиться этим списком со своими друзьями можете все вместе собирать в один тот же блокнот информацию это очень полезное мощное приложение чтобы ничего не забыть и самое важное потом в путешествии все накопленные материалы будут вам доступны в режиме оффлайн этот это тоже очень здорово следующая группа приложений которые я рекомендую приложение о погоде гис метео яндекс погода и прочие прочие мобильные приложения расскажет вам какая погода вас будет ждать впереди отдельно я хотел бы выделить при приложении которые рассказывают о солнечной активности в точке вашего путешествия ведь очень важно не обгореть на солнце ведь вы можете обгореть на солнце даже там где холодно и в горах следующая группа при приложении касается информации о городе или о регионе в который вы едете где найти советы где найти рекомендации я рекомендую в этом случае обратиться к tripadvisor это признанный международный сервис где вы найдете очень много рекомендаций очень много точек очень много советов для путешественников где пообедать где остановиться на ночь какие-то лайфхаки связанные с вокзалами с аэропортами с транспортом все в одном приложении доступно онлайн и оффлайн очень здорово я его рекомендую следующая группа приложений связано с транспортом в каждом городе регионе свои виды транспорта приоритетно и вам нужно быть готовым к этому нужно знать расписание поездов электричек автобусов метро есть масса приложений для этого я рекомендую вам искать на нужном городе и в нужной стране на их языке следующая группа приложений это уже 5 связано с приложениями специально разработанную для туристов может быть вы не задумывались но на все популярные туристские направления уже созданы предприложения эльбрус камчатка байкал европейские города вы можете просто поискать в магазине предприложений по ключевому слову и вы найдете справочники есть и бесплатные среди них вы найдете оффлайн карты и вы найдете довольно много полезных приложений самое важное о чем бы я хотел сказать это конечно карты карты я очень люблю и всегда их рекомендую путешественникам они нужны в первую очередь в россии самый лучший на мой взгляд является карта дубль гиз ту гиз потому что они самые подробные и работают оффлайн вы можете найти любой дом и даже вход в здание где находится это может поможет если путешествуете например его и вам нужно знать где что расположено в городе и если же говорить о поездке за пределы города то тут здесь можете использовать карту maps.me maps.me мобильное приложение которое также работают оффлайн и эта карта содержит довольно много информации за пределами населенных пунктов это карта которая дополняется пользователями в общем и такая мощная краудсорсинговая платформа которая работает даже без подключения к интернету конечно в поездке гаджет не самое главное и путешествие без гаджета это наверное самое лучшее просто гаджет может вам упростить жизнь где-то в процессе заброски в процессе выброски а во время путешествия я рекомендую вам выключить все гаджеты и просто наслаждаться природой друзьями и вообще те тем временем которые вы проводите вне дома и до новых встреч в рамках проекта не сидится 200 фирмским университетом